Привет, с вами Виконста. Сегодня мы прогуляемся с вами по осеннему городу и я расскажу, какие последние новости в Донецке. Сейчас я нахожусь в районе Кальмиуса, набережная. Вышел прогуляться, показать вам, как природа разукрасила город осенними красками. На улице у нас прохладно, ветрено, поэтому, кто еще не доставал одежду со своих заначек, доставайте, потому что скоро зима. По поводу всех новостей, всем интересно, что происходит в Донецке, как дела с коронавирусом, что еще новенького рассказать. В общем, давайте по порядку. Самое первое, это коронавирусная инфекция. Как известно, началась вторая волна коронавируса, поэтому люди немножко начали забывать, как нужно вести себя в общественных местах. Ношение маски, скопление, социальная дистанция, поэтому еще раз напоминаю, что избегайте людей, почаще мойте руки, также не забывайте употреблять в пищу побольше овощей и фруктов. Как показывает практика и опыт Европы, то у всех больных, которые заразились этой инфекцией, был недостаток витамина D. Поэтому есть пару добавок. Это первое, аквадетрин, это витамин D, который вы можете дополнительно принимать вместе с пищей. Аскорбиновая кислота и не забывайте за омега-3 жиры. Из-за этих добавок у вас будет укрепляться иммунитет. Ну и, соответственно, в магазинах, в аптеках, в общественном транспорте носите маски, так как это будет полезно не только для вас, но и для окружающих. Неизвестно, может кто-то рядом с вами болеет, может вы являетесь разносчиком этой инфекции, поэтому не забывайте. Вот, в принципе, что хотел сказать по инфекции. Больницы забиты, поэтому лучше, конечно, уберечься от этих всех инфекций. Первую новость мы рассказали, я думаю, сейчас в Украине, в России, в Белоруссии, в Казахстане это проблема номер один. Поэтому будьте внимательны, аккуратны и не подвергайте риску заразиться ни себя, ни окружающих. Ну, это из плохих новостей, из хороших, какая прекрасная погода. Не было бы этого витрюгана, а та красота. Видите, где-то деревья желтые, где-то зеленые. Прикольно играет красками осень. Не забывайте также, что нужно заниматься физкультурой, спортом, так как физкультура укрепляет ваш иммунитет. Мойте тщательно руки и будет у вас все замечательно. Скоро бы обе лето, или оно сейчас уже есть, потому что в некоторых местах, смотрю, паутина пролетает. Вот такой красочный у нас сейчас Донецк. Видите, листья потихонечку опадают. Ночью температура воздуха опускается до 5-6 градусов тепла. Но утром уже, конечно, нужно одеваться. Еще какие последние новости. С 1 октября подорожало отопление, подорожала горячая вода. Сейчас я прикреплю здесь, какие у нас тарифы. Но вы напишите в комментариях и сравните с вашими. Насколько отличается у вас цена. Я недавно ездил на тексильщик на рынок и покупал себе продукты домой. И что заметил, подорожала свинина, в частности сало. Я раньше сало с прослойкой брал по 260-270 рублей. Сейчас уже цена достигает 300. Я спросил, почему так подорожало? Не, ну а курс доллара вы видели? Я говорю, при чем тут курс доллара к свинине? Она же тут вообще никак не привязана. Ей только корм давай и все. Ну, доллар растет, поэтому нужно поднимать все. А так, в принципе, по овощам, по фруктам цена без изменений. Дефицита продуктов нет. Как в начале всплеска эпидемии. Ну, что я заметил, это поболее людей начало ходить в общественных местах в масках. Так как с этим сейчас строго, за этим следят. И если вы будете нарушать эти требования, то, соответственно, на вас выпишут штраф. Кстати, что интересно. Вода посветлела в Кальмиусе. Хотя сейчас ветра дуют, но непонятно. Видите, как прозрачно все видно. Хотя раньше такого не было. Вот еще вам один ракурс. С этой стороны. Многие переходят на удаленку. Так как из-за карантина, у кого есть возможность, людей переводят на дистанционное обучение и работу. Поэтому, чтобы меньше скапливалось людей в группах и не так разносили эту инфекцию. И еще немаловажный момент. Не забывайте о дисциплине. Дисциплине социальной дистанции. Меньше, конечно, выходите, общайтесь с людьми. Так как, может, человек и не болеет, а является переносчиком этой инфекции. Поэтому, смотрите сами. Лучше перестраховаться. На всякий случай. А вдруг. Поэтому, идем дальше. С этой стороны набережную вы уже давно не видели. Кстати, на лодке там кто-то плавает. Время 3 часа дня. Кто на работе, кто на учебе. Ну, в основном, если была погода, я думаю, людей вечером поболее здесь. Так как днем тут в основном нигде никто не ходит. Да я и смотрел в ютубе, в онлайн-трансляциях других городов. Там Харьков, Одесса, Киев. То, вот если сравнивать, к примеру, с Донецком, то в обеденный час там тоже очень мало людей. Ну, в частности, я смотрел Одессу, Дерибасовскую улицу. И там еще две какие-то выскакивали у меня в предложенных в Запорожье. Вот смотрел по трафику. Действительно, людей очень мало. А вот туда вот посмотрел я Одессу в час пик. Часиков шесть-семь вечера, то, конечно, там людей поболее. Справа тут у нас недострой есть. И вот такой ставочек. По поводу чистоты. Ну, чистота. Это визитная карточка самого города Донецка. Здесь чисто все и убрано. Вот даже голуби помогают вычищать все. Да, с этими ограничениями многие не побывали на курортах. Все по месту куда-то выезжали. Блокпосты закрыты с весны. Поэтому ограничения на передвижение есть. Ну, и, соответственно, и в других странах туризм терпит убытки. Колоссальные. А здесь, что труба. И вытекает отсюда тоже водичка у нас. С той стороны. Вроде бы чистая бегит. Хотя вот в начале года был замор рыбы здесь. Ну, как видите, сейчас вроде бы все чисто. Но замор, прежде всего, связан с температурными условиями. И там вот с той стороны, я не знаю, помнит кто-то или нет, пузырьки воздуха выходили со дна. То есть где-то там кислород еще выступает. Однако вон еще рыбачок на спиннинг что-то ловит. Не знаю, я тут на рыбалке вообще ни разу не был. Но видел, что люди ловили. Там уже с той стороны коммунальщики убирают. Он на таком ровере ездит, листву. Листья сейчас попадали, поэтому нужно следить. Ну, дальше у нас идет бульвар Шевченко. Там показывать особо нечего. Давайте мы подойдем с этой стороны, где погуще деревьев. И покажу вам, что здесь у нас. Вроде бы только недавно в футболках, в шортах все бегали. А уже зима на носу. Вот так. Время пролетает. Каждый день что-то меняется. Поэтому как-то так. Может кто-то напишет в комментариях, что еще мне можно дополнительно снять. Может что-то не показывал. Какие-то интересные места. То обязательно пишите. Пишите, еще раз пишите. Прогулки вроде бы эти банальные. Они простые, спонтанные, но я думаю, для кого-то они будут небезразличными. Тут еще, конечно, газончик зелененький. Но в основном уже трава. Так сильно расти не будет. Это вообще велосипедная дорожка. Со знаками. Здесь вот тоже такой небольшой мини-парк. Тренажерный зал на улице. Здесь периодически играют в футбол и в баскетбол. Больше я ничего здесь не видел. Сосны. По новостям в принципе все. Больше никаких изменений вроде бы нет. Жизнь идет своим чередом. Красиво. Как не крутите. Кстати, кому интересно, вот это вот здание уже достраивают. Я как-то ходил на набережной. Мне в комментариях писали, что здание на набережной практически уже с краном заканчивают работу. Каркас весь выведен. Окна застеклены. И там люди, которые вкладывали деньги в квартиры, по идее должны вот раздавать. Не знаю, конечно, когда это произойдет, но факт остается фактом. Это, наверное, единственная недостройка, так назовем, которая плавненько достраивается. Солнышко светит, но уже не так сильно греет. Можно здесь играть в футбол. Заказывать заранее на время аренду поля футбольного. И, кстати, розы еще цветут. Осень. Тоже еще одна визитная карточка города. Это розы. И они украшают сам город. Красиво. Уже высажено свыше одного миллиона роз. Поэтому с каждым днем увеличивается количество кустарников. Роз еще больше, а кустарников более миллиона. Почаще выходите на улицу, проветривайте помещение. Так как все-таки сейчас начинается сезон ОРВИ. И поэтому лучше уберечься себя подальше от этих всех нелепых заболеваний. Спустились мы вниз на мост Бульвар Шевченко. Кстати, состояние этого моста намного лучше, чем на Ильича. Но по поводу того моста, я думаю, ни для кого не секрет, что есть уже план, разработка, как его восстановить, как отремонтировать. Но опять-таки все упирается в деньги. Этот мост давно не ремонтировали, поэтому вот такие последствия. Там, получается, вот как здесь, такие промежутки есть. То есть бетон с арматурой со временем начали распадаться и появились пробоины. Ну, в некоторых местах, как здесь, их залатали. А там уже, конечно, опасно ходить. Поэтому сделали такое заграждение вот тут по углу. Поэтому лучше, конечно, избегайте того моста. Как бы для автомобильного транспорта он не так страшен. А, конечно, для людей, видите, вот такие вот промежутки нужно в любом случае будет залатывать. Все требует ремонта. Ну, а что, если его никогда никто не делал, не ремонтировал? Ну, кстати, водитель в маске ездит. Обычно водители маску на бороду и едут. Ну, а представьте, целый день посидеть в этой маске и водить не захочется. Количество людей, которые носят маски, выросло в разы. Ну, для этого есть и обстоятельства. Все хотят побороть эту инфекцию, поэтому нужно придерживаться правил. Да, этот домик, конечно, симпатичный. Я не знаю, сколько будет стоимость одной квартиры в новостройке этой, но я думаю, что не дешевле, чем в диске. Здесь вид еще круче. Кстати, здесь тоже есть такие небольшие дырки. Поэтому аккуратно осмотрите под ноги. В других городах я вот видел, к примеру, Киев. За мостом не уследили, так там целые опоры проваливались. Ну и нужно, в принципе, следить за этими сооружениями. Как-никак нагрузка на них есть. Находятся они под открытой средой. Природа это все разрушает. Один рыбак и все, больше никого не видно. Раньше здесь на байдарках, на лодках катались, на катамаранах. Ну, а сейчас в связи с погодными условиями это все прикрыли. Сегодня мы погуляли вместе с вами по осеннему Донецку. Рассказал я последние новости. Если вам нравятся простые, спонтанные, но интересные такие влоги, обязательно пишите вашу оценку внизу под этим видео. Ну, а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok